ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Искусство – это поиск новых путей для передачи старых идей, сказал однажды Демиан Хёрст, известнейший, богатейший современный британский художник. Обращение людей к искусству он объясняет тем, что людям трудно разобраться в реальном мире, и они прибегают к метафорам или символам, как в рекламе. Что за новые пути, что за метафоры у Хёрста? Сегодня о них наслышаны всюду по планете. Животные в растворе формальдегида, черепа, инкрустированные бриллиантами, крылья бабочек, таблетки и капсулы. Не всё из перечисленного найдётся в столичной галерее Гарри Татинцано. Здесь открылась выставка девяти его произведений. Нет акул, нет инкрустированных черепов, но нет и того, чем он грешит последние годы. Против себя самого грешит. Увлёкся живописью в духе Фрэнсиса Бэкона, которую критики быстро объявили плодом вымученных потуг малоспособного студента. На московской выставке тот самый актуальный Демиан Хёрст. Демиана Хёрста представлять не нужно. Наверное, самый известный художник современности. Поп-художник, тот, чью искусство модно, дорого и концептуально. Его черепа заполонили мир. На этой выставке лишь один из них – красочный, гипнотизирующий, который наталкивает на размышления о смерти. Вообще, все работы Хёрста, по его задумке, должны окунать в размышления о бренности бытия. Отсюда увлечение бабочками, полагает Гарри Татинцян. Почему бабочки представлены в таком большом изобилии? Потому что, в общем-таки, мы все говорим о вечном, а он говорит о невечном. О временности, о тленности, о фрагилитис, о хрупкости человека. Потому что мы настолько зависимы от любого дуновения ветра, что можем исчезнуть, как бабочка за ночь. Из бабочек, которые каждое совершенство, он создал гимн симметрии. Это окно-розетка – точная копия витража Даремского собора. Только вместо стекол – крылья. Но и стекло Хёрст не забыл. Хрупкий, но опасный материал обожает. Стеклянных ящиков на этой выставке несколько. Хранят противогазы и медикаменты. Таблетки – рядами. Упорядоченная жизнь нездорового человека. Сам по себе он человек архитектонического мышления. И все, что он не строит, у него рядами, слоями, системами. У него нет случайностей. У него все достаточно методично описано и продумано. Еще один упорядоченный хаос – разноцветные пятна на холсте. Целая серия таких работ на белом фоне и единственная – вот она на золотом. Каждая работа представляет определенную серию. Это маленькая московская выставка, как путеводитель по искусству Дэмиана Хёрста. Правда, все работы здесь 2008 года, который стал переломным для художника. Теперь он – куратор, коллекционер, создатель музея. Эдакий крестный отец современного искусства. Кто еще сильнее, чем он повлиял на генерацию художников в следующих? Что даже наши художники предпринимают, хотя они не могут отойти от чисто такого псевдоконцептуализма. Даже наши художники пытаются, как Осмоловский, пересечь границу и стать чуть-чуть Хёрстом. Или микрохёрстом. Чуть-чуть Хёрст или чуть-чуть его поклонник – разницы практически нет. На вернисаже отлично видно не только, как изменилось современное искусство, но и каким стал зритель, вернее, потребитель живописи и инсталляций. Вот он, сам процесс этого потребления. Алексей Черепанов, Анна Галинская, Виталий Пронин. Новости культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова